Пассажиры И снова здравствуйте! Как обещал, даю комментарии к ролику, который выкладывал ранее. Друзья, никто из вас не задавался мыслью, кто же обеспечивает транспортную безопасность. Что это за организация? Спецназ, ГРУ, ФСБ, ФСО или МВД? Кто берет на себя полномочия, пренебрегая конституционными правами граждан, кодексами и другими основополагающими нормативными документами? И как на мантру, ссылаясь на 16 ФЗ и на приказ министра транспорта? К слову, этот приказ Минтранса от 23 июля 2015 года, номер 227, о проведении досмотров. Там что-то такое про соприкосновение рук имеется. Но это всего лишь приказ отраслевого министра, который в рамке о нормативных документах находится на самом низу таких столпов, как Конституции, Кодексы и Федеральные законы. К тому же, министром транспорта тогда был Максим Соколов. Да-да, тот самый, которого в 2017 году критиковали, что у него просто пропали 64 миллиарда, выделенные на строительство и ремонт аэропортов. А также тот самый, который строил Крымский мост, обличался в плагиате, завалил постройку скоростной дороги Москва-Казань, был яро против льгот по Платону, ну и получал публичные дисциплинарные взыскания от Путина после банкротства ВИМ-Авиа. И да, он тоже родом из Санкт-Петербурга, и да, он сейчас заведующий кафедрой Государственного и Муниципального управления Высшей школы менеджмента СПБГУ. Обучает управленцев нового формата, как успешно трудиться на благо общества. Ладно, давайте вернемся к пониманию того, что за секретная организация такая, охраняет наш покой на вокзальных рамках и доставляет нам столько ежедневного геморроя. Так вот, я вам отвечаю, это не звездный десант и не одна из перечисленных мной организаций, это общество с ограниченной ответственностью, точно такая же, как торгуют в магазинах, убирается в вашем офисе и вывозит мутор. Как так? А вот так. Бюджетные деньги находятся под усиленным контролем, но, несмотря на это, даже их умудряются спиздить профессионалы своего дела. А для облегчения процесса нужно сделать так, чтобы деньги тратились не напрямую из бюджета, а через ОООшечку. Что? Заводим наличными 6 лямов в Рософбанк, меняем банковские реквизиты и оттуда переводим несколькими траншами на кипрские счета. Делаем бивалютную корзину, потом меняем реквизиты и делаем перевод в Райстраштенбанк. Оттуда уже, как физические листы, деферифицируем всю сумму и в трех равных долях в Швейцарию. Все, 6 лямов от МЭТ. Чтобы можно было эти деньги потратить через ОООшечку, в закон вносится изменение о том, что будет обеспечивать транспортную безопасность на объекте, которые, если что, нам не жалко, не ФСО и МВД, а общество с ограниченной ответственностью. И вот, после этого любой коммерс, имеющий нужные знакомства и закинувшийся тонной разрешительных документиков, может бодро начинать нам делать транспортную безопасность и активно способствовать расходу бюджета. Насчет тонны документов я почти не преувеличил. Если вы посмотрите 16 ФЗ, то наверняка обратите внимание, что речь там о чем угодно, но только не о безопасности. А в основном, как того, кто сертифицирует, выполномачивает, кто что разрабатывает и тому подобное. Там банально нет простейшего ответа на то, что же все-таки представляет из себя чрезвычайно официальное слово «досмотр». Какой-то намек на его определение есть в ранее названном мной приказе, ранее названном мной бывшего министра. Вот. Ну, сказано-сделано. Схема понятна. Вот вам проект. Ну что, депутаты, голосуйте. По ведению депутат Шувалова. Уважаемый Алексей Валерьевич, на Толбло загорелось при голосовании 33 за и 3 против. Таким образом, 36 человек. Посчитайте по главам, сколько присутствует. Я насчитала 26. Елена Анатольевна, для того, чтобы считать, у нас есть специальная система в зале. Я ей полностью доверяю. Значит, ваша система действует неправильно, потому что возьмите свои глаза в руки и посчитайте, сидит 26 человек. Елена Анатольевна, существующая система полностью обеспечивает работоспособность думы. И вы сейчас начнете. Да ты все придумал, тебе бы только ролик снять. Вот вам ссылки на источники в описании. Все это открытые документы. Так вот. Вернемся к нашим баранам. В свою непосильную ношу в борьбе с терроризмом ведут ОООшечки. Ну, вот, например, как на Казанском вокзале. О, флагман. Анализируем информацию. Так, генеральный директор. Уставной капитал 100 тыр. 100. Карл. Тысяч. То есть, в случае с чего, эта ОООшечка ограниченно ответит вам в этом размере. Больше с нее ничего не возьмешь. Шучу. Трактористов там аж 59 человек. Тут мы видим, что кроме борьбы с террористами, ОООшечка еще и электромонтажными работами занимается. И персонал подыскивает. Ну, и другими полезными штукенцами увлекается. Несмотря на то, что у них 59 трактористов, блин, не трактористов, а электриков разобрались уже. Социальное, медицинское, страхование и отчисления в ПФР по нулевочке. Так, имеется прибыль аж в 79 тысяч за год. И имеется пенни аж на рубль. Зато бюджет ему должен всего лишь 29 лимончиков. Ну, а так все остальное просто отлично. Показатели нулевые. Погнали на вторую. Вкладочку. Связи. Тут мы видим огромную гидру. Между головами которой плавают бюджетные, то есть наши денежки. В гидре путем нехитрых действий находим отрубленную голову. ООО Интерметрейд. И понимаем, что генеральный директор ООО Флагман в недалеком прошлом был связан с поставками медицинского оборудования. Помните те скандалы с закупками по 44-му федеральному закону с участием бывшего Минздрав Голиковой? Да, у той, которой муж был по совместительству министром промышленности Христенко. Вот. Так, нахер, закрываю эту страшную фотку, большой гидры в глазах рябит и блевать хочется. Ладно, просто предоставил вам информацию к размышлению. Так как я простой человек и не имею особых навыков в раскопках к чиновнищих яхт, коттеджей, думаю, не мне одному легко представить масштаб. И мне очень странно, что матерые говнокопатели и правдорубы до сих пор не подняли эту гнилую тему. Давайте лучше расскажу про правомерность действий этих электриков. Илья назвал это театром безопасности, отчасти да, но все же нет. Речь не про безопасность, она волнует всех, как вы поняли, уже в наименьшей степени. Давайте замутим короткий экскурс по законодательству. Я не буду зачитывать все касающиеся этого вопроса документы, они имеются в свободном доступе. Ссылки размещу в описании. Просто доведу следующее. Если кто помнит, есть документик такой, Конституция. Даже, говорят, есть какой-то праздник, посвященный ей. Там имеется глава 2, гласящий о правах и свободах граждан. В частности, о свободе перемещения, о достоинстве личности, о праве на неприкосновенность частной жизни, защите своей чести и доброго имени. Ну и вообще очень много интересного и познавательного. Ну и забавного. Также у нас есть документики, называемые кодексы. В них четко определено, что там можно, а что нельзя. В частности, КУАП РФ, в котором есть статья о том, как и кто может проводить личный досмотр, а также в каких случаях это можно делать. А также есть УК РФ, в котором есть статья про превышение должностных полномочий. Ну и, наконец, мои любимые федеральные законы. Например, 44-й и 16-й. 44-й о проведении госзакупок, 16-й стоит рядышком. Думаю, все знакомы по криминальным новостям с тем, что тут купили на миллиард, там на 3, там на 10. Ну или вон вообще там 64 ярда исчезли. Ну и, конечно, 16-й, который слепили из говна и палок и забыли согласовать положение с Конституцией КУАП РФ. Эти два закона работают плечом к плечу над нужным результатом по расходу бюджета. И для чего они, такие законы, они принимают, тоже уже выше разобрались. Начиная листать 16-й федеральный закон, мы видим, что в главе 3 основополагающих принципы транспортной безопасности. Это законность, соблюдение баланса интересов гражданина, общества и государства. И непрерывность. Все, дальше считать смысла нет, ибо самые первые и основные пункты уже не выполняются. И трудно представить, как их вообще можно организовать. Любят тыкать тем, что, а как же в аэропортах? Там хотя бы соблюдается непрерывность. Досмотрели, погрузили, долетели, высадили. Никто ведь не будет мне доказывать, что террорист подсядет в самолет в воздухе. Вот и я о том же. Это ЖД. Аналогично и по метро, по автовокзалам и прочему. Если кому нужно посетить все эти места за один день, блядь, этот офигенный джекпот будет у человека. Что имеем в итоге? При входе в зону транспортной безопасности, каждый гражданин обязан руководствоваться этими регламентирующими документами. Первое. Конституция РФ, где черным по белому, для него определяется, на что он имеет право, и это ему гарантирует государство. Он может свободно перемещаться по территории РФ, хранить свою личную тайну, защищать свое личное достоинство и не подвергаться его унижению. Конституция является первостепенным документом. Второе. Знать положение КОАП РФ, где тоже все четко определено. И хотя постоянно идут споры, кто круче ФЗ или кодексы, суды чаще всего склоняются к тому, что лучше выполнять регламенты кодекса, а не какого-то сомнительного закона, тем более имеющие явные противоречия с основными законодательными документами. Что касается этих ребятишек в форме транспортной безопасности, которые купили на наши деньги, которые мы платим из своих денег зарплату, тут все очень просто. Работал, работала, грузчиком, продавцом, парикмахером, ну и парикмахерила херово, воровала, уволили, мешки таскать устал. Короче, куча унижений и комплексов из-за этого. Озлобленность на весь мир. Поиски новой работы. И тут бабах! Вакансий инспектор транспортной безопасности. Пиздец. Блестящие доспехи. Неограниченные полномочия и карающий меч. Сейчас, сука, я им покажу тут всем, кто вас будет пропускать в ворота рая. Правда, наверное, придется выучить херову тучу всего. Спрашивать, наверное, будут. Ладно, пойду попробую. А там, блядь, нехватка людей. Нормальный человек не пойдет ведь нормальному человеку и на нормальном месте за нормальные деньги работает. А раз нехватка, пожалуйста, формальное обучение, формальный зачет, фотку морду лица на бейджик. И все, выучи, подлец, хотя бы два слова. Досмотр и шестнадцатый ФЗ. Остальное тебя не касается. Выучил? Все. Пиздуй на рабочее место. Если что, звони, пиши. Вот и ходим мы мимо них каждый день. Кто из них поумнее, тот понимает, что больше идти ему некуда и не нужно хуйней страдать. И граждан дергать. А вось поработаю маленько. А самый тупорылый начинает у себя вершители мирового порядка строить. Им даже не приходит в голову, что чем больше они залупаются, тем больше вероятность привлечь внимание к работодателю, что, естественно, ему не совсем на руку. Ибо его задача, тихонечко, не привлекая внимания, просидеть до окончания контракта по сорок четвертому федеральному закону, заработать себе на булочку с иконочкой и откатить обещанные кому надо. Ибо не откатишь, в другой раз потом не возьмут в другой схеме поучаствовать. И в завершение. Илья сказал, что изначально их поставили в угоду Медведеву. А вот и нет. Их поставили, чтобы посмотреть реакцию людей на всю на эту херню, а заодно и чтобы попривыкли люди. Реакция не последовала. Стоят рамки, ну и стоят. Народ привык. Вот тут и стало понятно, что к этому стулу уже можно начинать подводить электричество. Пошла вторая стадия эксперимента под названием «Сколько долго можно голумиться над людьми за его же деньги?» Как положено. С подробным сбором статистики, тем распространенная. Сколько вытерпят люди, когда они начнут сносить всей толпой рамки и рвать сотрудников транспортной безопасности. А цель этого эксперимента – возможное введение в действии аналогичных, противоречивших здравому смыслу и законности проектов. И так, блять, по кругу. Вот так, ребятишки, это все и работает. Ладно, делитесь видео, пишите комментарии, делайте все по закону и отстаивайте свои права. До встречи!